талант мастерство и самоотдача достаточно ли всех этих качеств современном мире чтобы привлечь к себе внимание быть у всех на слуху мой ответ однозначен нет и думаю вы со мной согласитесь мы живем в мире где много пафоса и блеска это правило игры 21 века жизнь превращается в сплошную смену масок визуально идеальные люди в социальных сетях на телеэкранах каждый исполняет написанную роль а мы восхищаемся и верим и вы замечали что мы любим обсуждать далеко не положительных персонажей сейчас честный и справедливый для нас в основном безликий совсем другое дело негативная личность которая привлекает как нам кажется своей уникальностью непохожестью на других тот кто ради денег будет поливать себя и других грязью который готов пойти на любой безрассудный поступок чтобы привлечь к своей персоне внимание именно таком ярком дерзком и грубом персонажи пойдет речь один из самых успешных и продаваемых спортсменов в мире за последние два десятилетия конор макгрегор и в этом выпуске мы окунемся в прошлое конора узнаем его путь становления как он работал сантехником как он попал юси и немного моего впечатления об этом человеке когда я его увидела в воочию в прошлом году на конференции ну что ж поехали прежде чем его социальные сети стали пестрить различными фотографиями роскошного образа жизни а гонорары за выход на бой исчисляться шестизначными цифрами ему предстояло пройти через непростой жизненный путь 14 июля в 1988 году в рабочей семье где уже росли две девочки родился наследник он родился легко и быстро как будто хотел быстрее заявить о себе новорожденный приветствовал мир насупленным личиком и сжатыми кулачками словно готов был сражаться взяв на руки ребенка и преподнеся его матери акушерка сказала этот парень будет боксером прошло всего несколько лет прежде чем ее пророчество исполнилось 12 лет конор начал питать страсть к спорту начал заниматься боксом перепробовал немало видов единоборств кикбоксинг джиу-джитсу грэплинг я учился выживать и постоять за себя на улицах вспоминает он помимо единоборств конор любил поиграть в футбол его сумке рядом с боксерскими перчатками всегда находилось место и для футбольных бутс так активный мальчишка с одной изнурительной тренировки мчался на другую в детстве отец приучал сына к труду поэтому после окончания средней школы конор начал работать сантехником несмотря на желание отца парень выбрал другой жизненный путь ради любви к м ма он решил отказаться от водопроводных труб и посвятить все свое время тренировкам такое решение парня не было одобрено отцом он не видел будущего сына в смешанных единоборствах но спортсмен был уверен в своей силе ты пожалеешь когда я стану миллионером сказал он тогда отцу важную роль карьере сыграла мама парня она до сих пор называет его мамин мальчик в моменты неудачи поражения навсегда была рядом и когда руки ее сына опускались на вновь заставляла их подняться к небесам к слову она часто присутствует на его боях и первое бежит поздравлять его с победой первый бой в мм и стал переломным жизни 18-летнего бойца и хоть у него не было денег даже на нормальные штаны смелости уверенности своей победе у него было хоть отбавляй он дрался как одержимый ошламляя мощью своего удара чемпионы мм и 12 побед в 14 боях полулегком и легком весе звание первого европейского обладателя в двух категориях не смогли принести международное признание и славу макгрегору все изменилось когда в город дублин приехал довольно крупный круглолицый мужчина его звали дэйна уайт президент юси вечерами он любил пройтись по пабам и там он натыкался на одно и то же имя конор макгрегор жители дублина только и болтали о талантливом бойце боже мой я должен посмотреть на этого красавца подумал тогда уайт вскоре конор был уже в лас-вегасе познавая лоск и шик окружающей обстановке уайту было достаточно провести с макгрегором пять минут чтобы быть покоренным невероятным магнетизмом и харизмой парня если этот парень умеет драться он будет супер звездой слова которые сказал уайт своим партнером сейчас мы его знаем как брутального провокатора нарушающего все нормы приличия хамство вместо приветствия и очередная порция ругани в сторону соперника в преддверии очередного боя его окружают слухи и скандалы чем больше эпатажа тем больше денег и популярность мм и неизвестно что происходит внутри самого конора верит ли он сам свою галактическую масштабность как он нам преподносит согласитесь любим мы макгрегора или ненавидим мы готовы платить деньги чтобы посмотреть на него и я одна из тех кто не прошел мимо возможности увидеть этого плохиша тактика шоумена сработала на меня также хорошо как и на тех кого он отправил в восьмиугольники скажу честно раньше смотря на поведение бойца дикие выкрики безумные глаза оскорбление и знаменитая походка где вместо рук бескостные щупальца он вызывал у меня раздражение и в голове возникала одна мысль он сумасшедший сейчас же он вызывает у меня другие эмоции это было в прошлом году город киев ждал с начала сентября приезда известного спортсмена и вот 22 октября самолет макгрегора с четырехчасовым опозданием приземлился в столице украины уже с утра конгресс на выставочный центр где должна была происходить пресс-конференция стали окружать нетерпеливые фанаты его двойники внутри толпились журналисты операторы расставляли камеры а стол за которым должен был сидеть боец ломился от количества микрофонов под свисты и аплодисменты в сопровождении свиты зашел он на нем не было парадности мишеры вместо отглаженных брюк джинсы футболка с логотипом букмекерского бренда и перчатки что в принципе и логично в этот вечер он не скандальная звезда он свой парень спокойный и добродушный не было уверенных движений эгоизма его руки иногда не находили себе места казалось что он смущен а из уст часто звучали слова спасибо и пожалуйста он часто говорил о самых важных людях его жизни семье жене которая весь вечер была рядом с ним куда же делался всеми известный дебошир это точно конор в один момент он даже мне попозировал на камеру моего телефона представляете как оказалось образ лишенного самоконтроля человека всего лишь ширма для заработка денег а он их как показывает жизнь любит лишение из детства компенсируется вполне объективным желанием зарабатывать и апатировать публику своим неординарным поведением и внешним видом обратите внимание он соглашается почти на все рекламные предложения зубная паста пиво чипсы скачки на лошадях и это еще не все что рекламирует спортсмен конечно то что он позволяет выливать грязь на родных и близких своих оппонентов это за гранью у человека две стороны одной медали на одной из них шоумен чемпион задира хам и невежа которые ради бумажки с франклином готов на многое с другой же спокойный любящий муж и отец какая из них олицетворяет его настоящего вопрос но есть то что объединяет эти две стороны и хоть сам макгрегор заявляет что у него нет слабых мест одно все-таки есть крупненькая сумма кстати сфотографироваться и взять автограф у короля октагона простым смертным шансов не было и женского обаяния чтобы договориться с его личной охраной не хватает так что все желающие прикоснуться к мастеру хайпа копите деньги для входа на закрытую вечеринку ну что ж каждый из нас сам сделает свой вывод какой на самом деле конор макгрегор надеюсь было интересно печально если нет не жалейте лайков пишите комментарии до встречи в следующем видео чао какао одна уже записывают ага когда он мне даже к автографа не дал трэш трэш у меня даже есть там где он не папа позировал